То есть, когда я только-только приехал, мне адвокат сказал, что я поеду в Медведково. Он говорит, ну, Медведково, самое хорошее СИЗО в Москве. Он говорит, не переживай, не перенаселенное, говорит, все там, че, ну, четко, я договорюсь, чтобы узнали, где ты именно, и прочее. В итоге я приезжаю, спрашиваю у Синовца, говорю, что, может, Медведково? Он говорит, нет, матросская тишина. И вот, на этом моменте, да, душа в пятки ушла. Здравствуйте. Этот эпизод подкаста «Московское дело» посвящен следственным изоляторам, или просто СИЗО, в которые попадают почти все обвиняемые по таким делам. В России немало вариантов мер пресечения, самые известные это, например, домашний арест и залог, но следователи по традиции стараются сразу сажать людей за решетку. Прямо сейчас более полумиллиона людей в России находятся в местах лишения свободы, и каждый пятый в СИЗО. За то время, что идет «Московское дело», под стражей оказались полтора десятка фигурантов. Они сидели по разным СИЗО. В одной Москве их семь штук, и все они имеют свои уникальные черты. Студент Бауманки Даниил Конан – бывший фигурант московского дела. Сначала его обвинили в участии в массовых беспорядках, но потом все обвинения сняли и выпустили на свободу. Однако за месяц заключения он успел побывать в матросской тишине и в СИЗО «Медведь». Но, как я и говорил, и буду говорить, СИЗО, тюрьма – это самое честное, несправедливое место в Москве, на мой взгляд, если не в России. Скажем, ну, с самого простого примера. Первый человек, который встретил еще в ВВС, да, это был смотрящий лагеря. То есть он отвечал за две тысячи человек в свое время. И что у меня, что у него были одинаковые, в принципе, права в камере в плане уклада именно, да, то есть если что-то у меня упало на пол, это загасится, если что-то у него упало на пол, это тоже загасится, с ним плевать. Просто берете руками, поднимаете, выбрасываете, моете руки, и все хорошо. Ну вот простой пример. В Медведково уже, будучи, я попал под банный день, пошел со всей хатой в баню, баня – это пять леек душевых, вот. И мы, значит, помылись, все, уже ждали продольного, дома, который должен был нас забрать, отвезти обратно в камеру. И парнишка крутил четкие, необучаянной красоты, такого небесного вот светочистого неба. Четкие я не видел нигде таких за все это время. Он вновь вращает, вращает, и буквально там за минуту до того, как нас забрали, вдруг роняет их на пол. И все такие, аааа! Все понимают, что произошло что-то ужасное. Он смотрит на смотрящего, такой типа Антона. Он говорит, нет, вообще без варианта, гаси. И вот тогда ему пришлось взять и выбросить их. А почему? Потому что они упали… Нет, в смысле объясняют традицию. Нет, традиция – это уклад, какие-то правила. Они на самом деле… Там нет какой-то жести, прямо чего-то страшного, издевок. Это просто, чтобы арестанты не мешали друг другу жить, и все было чисто. То есть вот это правило. Оно основывается на вот этом стремлении к чистоплотности. Прямо арестант-арестант, то есть всякие там воры в законе, им не западло. То есть они приходят, первым делом, что они делают, берут веник, щетку, все выгребают, все вычищают, натирают прямо, чтобы все блестело. Потому что основной принцип – должно быть чисто все. Ты долго въезжал в эти правила игры? Нет, на самом деле это очень быстро происходит. То есть нет какой-то сложности. То есть да, там первые три гостевые дня просто смотришь, на все вникаешь, потом уже быстро схватываешь на лету практически. Актер Павел Устинов был приговорен к трем с половиной годам тюрьмы после того, как полицейский при его задержании 3 августа вывихнул руку. Но после резонанса и протеста в срок заменили на год условно. Все время до освобождения Устинов провел в СИЗО «Медведь». Он сидел в так называемой «БС-ной хате» для бывших силовиков, так как проходил срочную службу во внутренних войсках несколько лет назад. Я зашел, закрыли, положил матрас на пол. И там старшая камера спрашивает, говорит, типа, здорово, кто такой, откуда рассказывает. Я сказал, Паша, вот обвиняют в вывихе плеча сотруднику. Они, естественно, сразу угарнули. И потом меня так подкололи. Старший подходит, говорит, а ты знаешь, что ты, типа, в черную хату попал? Ну, это вот людская, там, где сидят воры, преступники вообще. Я так немножечко поднапрягся, спросил, в смысле? Я же в БС-ную хату закинул. Он сказал, нет, это черная хата. Типа, у тебя куртка классная, брюки классные, рубашка, давно себе все это хотел. Ну, я, естественно, предполагал, что сейчас что-то, вот какая-то потасовка начнется. Но сразу понял, что тут пять канарей, десять человек, я один. Ну, шансы не равны были, но я бы попытался, может быть, что-то сделать. В любом случае, я бы себя в обину не дал. Ну, а в итоге потом они все начали вставать. Кто курить, куда, ржать. Был один такой мужик, Володя. Он сказал смешную фразу, через 10 лет лучше не станет. Я сначала не понимал смысл этой фразы, а потом, когда посидел, полтора месяца я понял. Волонтеры штаба Любови Соболь Алексей Миняйло освободились под арестом в начале октября. Два месяца он провел в матросской тишине по делу о массовых беспорядках, которых не было. Это признал даже судья, освободивший Миняйло. Я в СИЗО был в двух хатах, в хате карантина. Это куда попадаешь, как только тебя приводят в СИЗО. Ты там пару дней проводишь, пока анализы происходят, чтобы убедиться, что у тебя нет вич спида. А пока подбирают тебе хату, в которую тебя распределят. И потом, после карантина, уже я попал на постоянку в хату на Малом спецблоке. Там сидят обычно в основном экономические, мошенничество, в кавычках, потому что там многие не виновны или подставлены. Там человек, которого сделали казном отпущение, например, на коррупционной госзакупке, предпринимателю, которого бизнес отжимают. Ну, вот такого плана. В СИЗО Миняйло отправили, когда он уже много дней держал голодовку вместе с Соболь в знак протеста против ее недопуска на выборы в качестве кандидата в Мосгурдуму. Был замечательный эпизод. Прямо как у Зощенко в хирургии примерно. Когда я в хату на постоянку попал, сокамерники сразу вызвали врача, потому что я был на 30-м дне голодовки. И они не хотели, чтобы я двинул коню, потому что, во-первых, меня жалко, во-вторых, им бы срока могли увеличить. Ну, хер знает. Они так сказали. Могли бы не разбираться, из-за чего я двинул, и просто на них навесить это. Потому что кому-то надо отвечать, если человек умер в СИЗО. Они вызвали фельдшера, они говорят, Лех, ты пойми, ты, как бы, это вот там ты был общественный лидер, любимый сын, здесь ты кусок мяса, сейчас мы тебе это докажем. Ну, как бы стучат, ну, тарабанят зверь, приходит продольный сразу, причем приходит. И они говорят, как бы, вот, там заехал на 30-м дне голодовки, вызовите фельдшера. Продольный сразу вызывает фельдшера. Фельдшер приходит через 3 часа, и мне рассказывают попутную историю, как, как бы, у человека инсульт случился. И фельдшер шел, там, 5 часов, у человека уже половина тела отнялась, как бы, а потом еще 2 часа скорая ехала, и человек чуть не скончался. И приходит фельдшер, такая, как бы, говорит, че, че такое? Я говорю, ну, вот, как бы, там, 30 дней на голодовке, как тут, скажем так, наблюдаться у врача для того, чтобы не было никаких последствий. Она такая, заявление официальное писала, такой, нет, официальное заявление не писал. И она такая, как бы, крикнула на весь продол, просто *** и ушла шаркивающей кавалерийской походкой в белом халате с кровавым подбоем. И вот говорят, что человек за 15 минут крика вырабатывает достаточной энергии, чтобы вскипятить чашку кофе. Вот в этом ее *** было столько энергии, что можно было чайничек вскипятить. Такого, ну, много было. То есть я старался в такие моменты замечать, описывать, чтобы, ну, потом про это людям рассказать. Администрация, к сожалению, выделяла, да, то есть я переезжал из хата в хату раз в неделю. Я за это время успел три камеры сменить, меня переводили, и везде мне говорили, что я какой-то великий организатор массовых беспорядков. Они боялись, что я как-то войду в контакт с другими арестантами, устрою массовые беспорядки, типа в СИЗО. Потом я там пробыл буквально три дня в этой камере, и меня перевели неожиданно в 615-ю. Непонятно почему. Ну, и там, и там нормальные камеры оказались. Туда я, получается, перешел вечером, в 7 часов вечера, также захожу в камеру, пока еще свет есть. Ребята все стоят в линии, как во всяких фильмах, да, там есть, когда в тюрьму заходят, встречают человека. Это было забавно тоже. А мне старший сказал, типа, передай там в камере то, что ты знаешь меня, и все будет нормально. Я зашел в камеру, говорю, ребят, я от Аслана. Леха старший камеры, тоже вообще потрясающий человек, говорит, ну и что, и что нам до этого Аслана? Типа, ты что, думаешь, придешь сюда, скажешь это, и все будет офигенно? Я так стою и думаю, блин, натуре. Ну, и потом сказал, что я Паша, служил в ВВ Росгвардии, тоже бывший сотрудник, показал постановление, все, и ребята сразу адекватно начали показывать, где что лежит, где тазик, как его мыть потом, куда класть, какой тазик для чего, как садиться за дубок, за стол, то, что надо менять футболки. Если ты в одной футболке лежишь, то ты в ней не можешь садиться за стол, соответственно, майки тоже с отрезанными рукавами нельзя садиться. С утра мыться, ну, естественно, элементарные правила гигиены, помыть голову, помыть подмышки, прибраться. Тоже мы там убирались каждый день с наместосом, как бы все цивильно, потому что, ну, люди, офицеры с высшими образованиями, они тоже заботятся о своем здоровье, и это правильно. Все же хотят вернуться домой здоровыми, в любом случае это когда-то произойдет, с минимальными потерями, так скажем. Ну, подъем формально в 6 утра, но в целом, как бы, никто не мешает спать дольше. Если у тебя есть беруши и маска для сна, я вместо маски футболку использовал, просто я сворачивал темную футболку в несколько слоев и завязывал ей глаза. До тех пор, пока не начинает музыка играть. На прогулочном дворике, у нас просто окна выходили на прогулочный дворик. И это было, наверное, стыдно это говорить на фоне, там, не знаю, Шаламова, Солженицына, там, Магницкого. Но для меня самой большой пыткой была как раз вот эта вот музыка, там играло всякое авторадио, шансон там и так далее. Целый день, да, громко. И РЕН-ТВ, РЕН-ТВ по телеку. По телеку, а где телек находится? По телеку в хате. Вот, а радио на прогулочном дворике, его там включают, чтобы зэки из разных боксов не переговорились между собой. Ну, потому что прогулка это такой элемент социализации, там заключенных из одной камеры помещают в один бокс, но боксов там несколько, поэтому люди могут переговариваться. Читал, Атлант расправил плечи, в воскресенье начали читать Толстого, мы читали воскресенье Толстого вслух у вечера. Да ладно, друг другу, а как вы, ну, в смысле, по абзацам? Ну, вот от абзаца до абзаца, то есть, например, там условно договаривались, что вот там, ты читаешь там пять абзацев, например, и все, он пять абзацев читал вслух у вечера. В шесть утра подъем, мы заправляли кровати, дальше ждали проверки, проверка обычно в десять часов была. До проверки убираешься, садишься, завтракаешь, ну, естественно, перед завтраком умываешься, чистишь зубы, сходить покурить, вот проверка. Потом после проверки можно часок поспать, потом идет прогулка, нас выводят в прогулочные камеры тоже, это отдельная история. Прогулка, потом возвращаемся, обед делаем, могут вызвать на какое-то следственное действие, если приехал адвокат или следователь, могут вызвать на свидание с родными, если приехали. А так обычно дальше я ложился читать, Татьяну Устинова прочитал, Ковчег Марка, тоже Леха просто подогнал книгу, говорит, Татьяна Устинова. Я такой, блин, меня же мама так же зовут, я слышал про это писательство, я не читал. А тут стало интересно просто, потому что, ну, как мама, ассоциации, там тем более такая напряженная обстановка, думаю, ну, хоть что-то родное, хоть имя, фамилия. Я прочитал произведение, хорошее произведение, хороший сюжет, неожиданная развязка, мне понравилось. Потом, после того, как почитаешь, можно посмотреть какую-нибудь передачу, музыку послушать, там телевизор был, да. Ну, тоже антенна была сделана из проволоки, такая самодельная тюремная антенна. Телевизор – вещь особенно важная в СИЗО. По сути, это едва ли не единственный способ узнать о новостях с воли. В случае Даниила Конана телевизор имел еще и весьма символическое значение. С него началось его преследование, когда телеканал «Рент» показал кадры, на которых якобы Конан руководит участниками массовых беспорядков, телевизором, и закончилось его дело. Телевизор появился в Медведково на общем корпусе он был, и на спецблоке тоже был телевизор. Я в своем освобождении узнал от телевизора. То есть я в телевизоре прочитал, что у нас снято обвинение, я иду домой. Бегущей строкой? Да, бегущей строкой. Тасто сначала прочитал про Егора Жукова и Фомина Сергея. И дальше стал обдумывать, думал, ооо, какие-то действия стали по делу происходить. То есть что-то начало двигаться. Думаю, как так, домашний арест у них теперь. Вот у нас в камерке по плечу стали стучать, говорят, поздравляем. Я такой, а что мы празднуем? Говорят, собираюсь, парень, ты идешь домой. Да, вообще было неожиданно. Конечно. А что вообще показывали по телевизору обычно или смотрели? Ой, на общем корпусе смотрящий, смотрел прекрасный телеканал РЕН-ТВ. Всем рекомендую. Нет, рекомендую. Ужасно, ужасно было смотреть его, особенно осознавать, что я из-за них в тюрьме оказался. А музыка? Музыка на прогулках. Когда вы уходите на прогулку, играет всегда музыка такая из 80-х. Вишня, вишня. Подбадривало ходить? Не знаю, с одной стороны подбадривало, с другой стороны тянуло наоборот винистость. Вот эта музыка из 80-х, ты за решеткой, ничего не видно. Давило. Каждый день, каждый день тебя накрывает, тебе с утра вроде бы более или менее, ты как-то привык. А под вечер уже опять тоска, грусть, печальное состояние, беспомощность, потому что ты не можешь ничего изменить. Ты находишься здесь. Ты даже элементарно не можешь позвонить своим родным, чтобы просто услышать их голос. И общение все было в основном через адвоката или по письму. А вот когда ты вышел, ты после общался с, не знаю, с Акамерикой? Ну, как-то ты с ними взаимодействовал? Ну, пока еще нет. Я хочу написать ребятам, потому что они все хорошие. Привезти еду нужно, заказать хоть как-то помочь. Ну, и просто спросить, как дела, какие изменения, как себя чувствуют. Потому что жалко то, что вот так происходит. Таких людей тоже по беспределу полному сажают. Сейчас пойду на пикет, да, с плакатами в поддержку ребят. Тоже по московскому делу, политзаключенные. Потому что это тоже неправильно, несправедливо и вообще непонятно, зачем все это происходит. Редактор субтитров А.Семкин